Как открыть свой ресторан, стать профессиональным поваром или просто приготовить вкусный ужин? Об этом точно могут рассказать участники Международного гастрономического фестиваля в Турции. Наши соотечественники стали одними из лучших на фестивале. Ребята смогли покорить жюри Международного кулинарного конкурса и получить многочисленные награды. Мы представили нашу страну на самом высоком уровне, продвигали национальную культуру и готовили традиционные блюда. Ребята участвовали в самых разных категориях и достигли успехов. Мы привезли 11 медалей, среди них 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Они много работали, но и показали хороший результат. Пятый гастрономический фестиваль проходил в Турции, в городе Балу. В конкурсе принимали участие более 500 поваров и студентов из 20 стран. Участники состязались в кулинарных поединках, изучали новые рецепты и тренды в кулинарии. Соревнования проходили в таких категориях, как рыба, мясо, птица, командный конкурс и конкурс «Черный ящик», где находились определенные продукты, из которых участники должны были приготовить любое блюдо. Я участвовал в кулинарной категории «Рыба», за которой получил серебряную медаль, и в категории «Национальное блюдо», где медали бронзу. Также я участвовал в командном зачете и конкурсе «Черный ящик». Научился правильно работать, сервировать стол, так как человек вначале смотрит, затем пробует. Я участвовал в большей категории «Рыба», «Мясо», «Изгавеаден», потом «Черный ящик», и «Групная школа», представили большую школу в группе. Мы нашли очень много друзей, мы научились, как правильно работать, как правильно работать в группе. Я, например, взял для себя, как правильно ставить, как украшать правильно тарелки, за что украшать и как это, чтобы было выглядело получше. Я участвовала в кулинарной категории «Рыба», где получила серебро, в категории «Птица» и «Национальное блюдо», где взяла бронзу. Жюри было объективным, они нам давали множество советов, как лучше и правильнее приготовить какое-либо блюдо. Я многому научилась на этом фестивале. Мы видели, как готовят различную традиционную еду в разных странах мира, и научились быстро готовить, укладываться во временные рамки. Но это колоссальный опыт, мне очень понравилось. Мы научились работать в команде, распределять свое время. Усвоили, что прежде надо готовить то, что сложнее, а потом то, что легче. Жюри было очень хорошим. Они всегда помогали нам, говорили наши ошибки, советовали, как лучше сделать. Было очень здорово. На этой неделе в профессиональной школе номер два был день открытых дверей, где любой желающий мог поближе познакомиться с кулинарным искусством. Специально для этого ученики школы приготовили различные национальные блюда, готовили мамалыгу и угощали гостей. На мероприятии присутствовали почетные гости, профессионалы в сфере общественного питания, которые поздравили ребят с наградами и вручили почетный кубок. Я очень рада сегодня присутствовать на мероприятии в профессиональном училище номер два, так как это наши будущие работники, которые должны после окончания учебы трудоустроиться на предприятиях. И мы будем очень рады, если те знания, которые получили здесь на протяжении учебных лет, обучение здесь, в этой школе, они их применили на практике. Нам очень нужны знающие профессионалы, которые могут дальше проводить на практике свои знания. Мы желаем участникам фестиваля дальнейших побед, реализации своих идей. Они представили Молдову и наши учебные заведения, показали молдавскую культуру. Желаем и дальше повышать свой профессионализм, быть терпеливыми и продвигать кулинарное искусство. Ребята пообещали, что и дальше будут продвигать молдавские традиции и повышать кулинарное мастерство.